Здравствуйте! Продолжим серию видео про хонингование поверхности цилиндров. Сегодня у нас блок, мы посмотрим ZMZ, сделан в одной из организаций нашего города. Организация не работает с брусками Sunon, с плата хонингованием. Здесь поверхность сделана просто алмазными брусками. Все по старинке, как раньше. Хон очень грубый, вот я протер цилиндры тряпочкой. Никакие организации я называть не буду, это не в моих интересах. Мы просто показываем качество обработки цилиндра, сравниваем. В этом нам поможет профессиональный профилометр Marsurf PS10. Итак, профилометр Marsurf PS10. Специальная игла алмазная в корпусе. Корпус я прикладываю к поверхности цилиндра и произвожу замер. Все, прибор готов к измерениям. Накладываем на участок. Это у нас получается первый цилиндр. Вот это жесть. Обалдеть! РА1-428. Посмотрите, что творится на профилограмме. Какие здесь пики огромные. Вот это все алмазный хон. Хон очень грубый, очень жесткий. Шероховатость выходит за допустимые пределы. То есть я показывал видео на блоках иномарок. Хон имеет шероховатость тира всего лишь в пределах 0,8 микрона. Здесь у нас 1,4 микрона. При этом RZ составляет огромные 9,8 микрона. Переходим на второй цилиндр. Делаем замер. Чудовищные показатели. Чудовищные показатели. РА1,549. Опять вот эти грубые выступы. Все это будет сжирать кольца. Будет быстрый износ колец поршневой группы. Такой двигатель долго не проходит. Переходим на третий цилиндр. РА1,34 на третьем цилиндре. Чуть-чуть лучше, но также за пределами допуска. Максимум РА1 составлять должен 1 микрон. При этом сглаживания верхушек здесь нет. Какие здесь выступы. И впадины, конечно же, есть. Они нужны для маслоудержания. Но хон очень груб. Перейдем на четвертый цилиндр. Четвертый цилиндр просто ужасен. РА1,92 микрона практически. Шероховатость цилиндра. Вот это вот все. Все это будет сжать кольца. В общем, такой мотор. Но это просто этот блок можно выбросить. Вот так в нашем городе некоторые хонингуют цилиндры. Здесь сделан алмазный хон очень грубыми брусками. Прям на палец ощущается сильная шероховатость. И это при том, что я протер цилиндры с растворителем. Убрал загрязнение. Блок вообще здесь не мылся. Вот, пожалуйста. Вот такой чудо хон некоторые делают. Вот мы с ребятами взяли напильник. Давайте посмотрим шероховаться напильник. Он, правда, немного уже засален. Это для чистоты эксперимента. Так, накладываем прибор. Прижимаем. И проводим измерение. Так, РА3 533. Вот здесь у меня есть напильник. Правда, это еще не рашпиль. Но такой вполне себе неплохой напильник. И давайте-ка попробуем сравнить. Алмазный хон и вот этот напильник. Накладываю прибор. Измерительная игла находится в корпусе. Поэтому его можно положить на ровную часть. Либо прижать. И производим замер. Во. РА5 7. Вот эти мегавыступы, горы. Они дерут металл, когда вы работаете напильником. Вот это все. РЗ 34 микрон и РА5 7. Так что алмазный хон, который мы сегодня видели. Он не сильно далеко ушел от этого напильника. Но, скажем, раза в два, в три лучше, чем напильник. То есть, если постараться, можно сделать напильник вместо цилиндра. Делайте выводы о качестве алмазного хонингования. Если на кольцах типа ЗМЗ 402-х, может быть 406-х, там на буханочных моторах это все будет работать. Такой хон. То на иномарочных тонких кольцах работать и ходить это не будет. Будет происходить быстрый износ колец с стиранием их поверхности. Что приведет к преждевременному выходу двигателя из строя. Вот такой он алмазный хон напильник. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»